Всем доброе утро! Начинаю утро с улицы. Мои курочки. Снег, некоторые меня спрашивают, растаял. Нет еще, ребят? Еще не везде, еще местами снег есть. Но я хочу сейчас на грядку сходить, посмотреть, что у меня там с луком. Ладно, идем. Блин, у меня тут кошки опять перекопали. Все, посмотрите. Видите, что выкопано? Вот начинает сходить лучок. Лук. Это лук, по-моему, да. Вот это вот чеснок. А это лук начинает сходить. Но плохо сходят. Видите, что накопали здесь? Вон что закопали. Прям вообще начинает сходить. Цветочек у меня один цветет. А это тюльпаны, по-моему, я садила в том году. У меня тюльпаны не живут, поэтому я их сильно не сажу. Это я тогда по дешевке купила. Ваня! Привет! И киса сидит на окне. Смотрите, что... Наша васяиса сидит. А вот моя рассада. Привет! Привет! Ладно. Эту я еще не копала. У нас холода настали, поэтому я еще ничего не делала. Так что вот такие вот дела. Лук потихоньку сходит. Всем еще раз здрасте. У нас день. Время час дня. Я поехала в МФЦ узнать, какие еще документы надо собирать, чтобы... как они называются? Короче, я не знаю, чтобы увеличить от трех до семи. Мне все подписчики пишут, Настя уже делаю. Вот вчера мне ребенок отправил в Соликамскую справку. Я вечером съездил, встретил автобус. Забрала справку. Сейчас надо оформлять. Сейчас вот съезжу, узнаю насчет документов. Кое-какие взяла документы. Может, кто-то примут уже. А остальные бы донесла. Ладно, едем в город. Сижу, ребят, на остановке. Жду автобус. Зашла в магазин, купила курицу, купила кое-какие продукты. Хотела взять сахар 10 килограмм, но понимаю, что даже до остановки кое-как дойду. Взяла, поэтому 4 килограмма. Завтра уже, наверное, с мужем или как-то в город все равно надо вот ехать документы делать. И зайду, возьму. Сейчас жду автобус и поедем домой. На помидоры сегодня пикировать. Я приготовила землю, все приготовила. Сегодня среда, женский день. Можно пересаживать помидоры. Ладно, с ним ждем автобус. Едем домой пересаживать помидорчики. Вот все мои покупки. Два пакета. Тут, по идее, не сильно тяжелый. Курица. И так, по мелочи кое-что. Сахар 4 пачки взяла. Масло 2 бутылки, самое главное, взяла. Масло закончилось. Погода у нас сегодня более-менее. Вчера были дожди, а сегодня более-менее погода. Прям даже солнышко немножко появляется. Так что вот такие вот дела. Ладно, ждем и едем домой. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Приехала я, ребятки, уже домой. Сейчас сделаю вам обзор покупок. Покупки были небольшие, но важные. Сейчас все покажу. Ну вот, в целом, стол заполнила как смогла. Но давайте с чего начнем? Давайте с этого края. Купила хлеб жито нарезной. Детки очень любят. И купила вот такой вот еще хлеб нарезной. Хочу сегодня сделать мини-пиццы. Так, извините просто, телефон позвонил. Дальше купила сухарики со вкусом шашлыка. Дети попросили, взяла им. Дальше взяла куриные ножки для собаки варить. Можно, по идее, и самим даже отварить и поесть. Мне, например, нравится. Дальше взяла кальмары тушки на 77 рублей. Тут буквально немножко на салатик сделать. Взяла лаваш. Сегодня хочу лаваш сделать. С начинкой интересной. Или сегодня, или завтра. Потом покажу, что буду делать. Также взяла одну курицу. Курица у нас сейчас по 138 рублей за килограмм. Тут у меня вес у нее 1,727. Вот считайте. Потом купила яблоки здесь у нас по 99 рублей за килограмм. Купила, ребята, изюм на Пасху. Буду печь. Понемножку начинаю покупать все для Пасх. На рецепт достать, посмотреть. Ну, вот пока чуть-чуть взяла, хватит. Потому что дети у меня много. Изюм вообще не любят в выпечке. Поэтому немного взяла. Дальше взяла 3 огурчика. Хочу сделать салат. Купила свеклу. Детям понравилось. С сыром и с чесноком. На маску как делать. Очень вкусно понравилось. Купила 4 пачки сахара. 4 килограмма. Взяла моющее средство. В этот раз решила попробовать в фэре. Вот такой вот за 145 рублей бутылка. Вроде бы густой. Я всегда вот так проверяю, густой или нет. Дальше. Туалетную бумагу 7 рулонов. Масло 2 бутылки. Потому что у меня закончилось масло. Кетчуп взяла бутылочку. Потому что кетчуп у нас быстро съедается. Чтобы не забыть. Приправы чеснок сушеный взяла. Пакетик еще. Взяла колбаску. Это я хочу мини-пиццы сделать. Потом купила вилочек свежей капусты. Это я хочу с огурчиками сделать. У меня есть укроп и лук. Еще туда добавлю. Дальше. Тут разные печеньки деткам взяла. Совершенно разные всякие. И мармеладки тут все такие. Не буду все показывать. Просто так показала и видно. Взяла 2 булки черного и 2 булки белого. И также, ребята, купила я свиную голову. Свиная голова у меня вышла на 373 рубля. Хочу отварить. Сделать как бы тушеночки по банкам разложить. И по контейнерам мясо. Будет. Ну, как такие. Как тушенку, короче, сделаю. Отварю и сделаю. Муж сегодня мне ее разрубит и сделает. И что хотела показать. Сейчас вот ту ледную бумагу отсюда уберу. Смотрите, как у меня лук растет хорошо. Растет и радует глаз. Ладно, дорогие друзья. Вот в целом вот такие вот все покупки. Если вам понравилось, ставьте лайки. Не забывайте. Так, сбегала еще в магазин. Ну, к подруге ходила укол стоять. И по пути зашла еще взяла сыр. Вот такой российский, молодой какой-то. Тут 250 грамм. 170 рублей. И вот такой вот еще. По 98 рублей. Тут сколько грамм? Тут 160 грамм. И соленые огурчики. Сейчас покажу, что будем делать. Чуть-чуть подождите. Так, дорогие друзья. Прошу извинения за эту морду. Я даже прикрою ее немножко. Чтобы ее вам не видно было. Просто муж еще пока занят, не может мне ее разделать. В целом, чем сейчас будем заниматься? Нам надо с вами нашинковать мелкими кубиками колбаску. Натереть сыр. И огурчики. И как вы думаете, что я хочу сделать? Я хочу вот из этого хлеба сделать мини-пиццу. Сейчас я вам покажу, как обычно ее делаю я. Первое, дорогие друзья, что мы с вами сделаем? Мы нарежем очень мелко огурчики. Приступаем к нарезке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова сейчас наша с вами задача мелко нарезать вот эту колбаску кстати сегодня взяла стародворье молочное особенное потому что у меня дети не любят с салом сейчас нарезаем мелко и покажу что дальше будем делать дорогие друзья мы с вами нашинковали огурцы и колбаску сейчас все это надо тщательно перемешать и будем делать с вами мини-пиццу еще надо смешать кетчуп с майонезом доставай кетчуп доставай майонез сейчас будем с тобой делать все начинка готова так дорогие друзья теперь будем смешивать давай другую бутылку с кетчупом майонез с кетчупом будем смешивать будем делать кетчунец сейчас мы смешаем и сделаем вкусный вкусный кетчунец мы обычно такое блюдо частенько делаем нам нравится но я что никогда не показываю а тут решила показать вам как обычно делаем так сейчас размешаем вот и наш кетчунец готов хорошенько перемешиваем и все по сути у нас все ингредиенты уже готовы начинка нарезанной кетчунец сделал сыр натерт сейчас покажу что дальше будем делать ну что дорогие друзья продолжаем что нам понадобится дальше нам понадобится противень я застелила пергаментной бумагой и выкладываем вот на него вот так вот хлебушек как хотите можете выкладывать поскольку у вас там кусочков лезет вот я также выкладываю не буду сильно близко делать так вот следующее что я делаю смазываю все это вот этим нашим кетчунецом который мы с вами сделали а а и 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 Сейчас, так как Илья в Соликамске, у меня как раз сюда 9 властв. Это первая партия уже у меня готова. Ну, а я буду пока следующую отправлять в духовку. Так, сделала заготовки и хочу сейчас еще часть сделать с куриным яйцом. Разбиваю сюда яйцо. Видите, какое у меня яйцо с двумя желтками. Смотрите, я уже знаю, что в этом яйце всегда два желтка, поэтому решила вам показать. В этом яйце всегда, у нас есть одна курица, которая вот несет желтки, там у нее два. А это уже я сделаю сейчас просто на вот такой вот слеп, на жито. И сверху тоже посыплю сыром. С яйцом перемешивается, мы такое тоже любим, поэтому будем делать. Вот, хорошенько замешиваем. И все. Ждем, пока первая партия выпекается. У меня уже, видите, заготовки вот это вот Оксаночка у меня делала. Это я делала. И вот, будем готовить. Сейчас все приготовлю и покажу, что получилось. Все, дорогие друзья, мои первые пиццы готовы. Вот такие вот они у меня получились. Я их сейчас выкладываю сюда на противень. И буду следующие ставить и запекаться. Так, плохая бумага пергаментная. Блин, вот не могу никак себе хорошую пергаментную бумагу подобрать. Так, чтобы не прилипало. Посоветуйте, если кто знает, которая бумага хорошая. Какую бы ни возьми, любая прилипает. Прямо аж вообще. Вот первые пиццы мои готовы. Сейчас уберу и положу следующие. Так, вторую партию сделала. Отправляю в духовку. Приготовилась вторая партия. Третью делаю так. Попробовала сверху сыр и перемешала сыр. Отправляю в духовку. Так, дорогие друзья, эти пиццы готовы. Отправляю в следующую начинку. Ой, хлеба не хватило, поэтому обычный хлеб сделала. Но отправляю последнюю партию и все. Так, дорогие мои друзья, мне муж нарубил голову. Вот на такие вот куски, на какие смог. И мне надо сейчас пока это все по пакетикам и в холодильник убирать. Буду варить частями, потому что оно не получается. У меня нет большой кастрюли, чтобы заразиться это сварить. Поэтому буду варить частями и будем делать что-нибудь с этим мясом. Предлагайте варианты, что можно сделать. Ребята, у нас время уже ночи, у меня все спят. Знаете, сегодня я удивилась словам мужа. Когда я купила голову, он мне говорит, куда ты еще покупаешь мясо? У нас в морозилку уже битком просто положить некуда. Я говорю, да ну, там еще пол морозилки пустой. Слушайте, ну когда я сегодня заглянула в морозилку, честно, я была в шоке. Я и правда что-то чересчур разошлась, что я покупаю мясо. Сейчас в целом вам покажу, что я с морозилкой на сегодняшний день творится. Так, ну что, ребят, честно, я через чур что-то разошлась, покупая разное, какое только возможно мясо. У меня вот здесь вот сало, сосиски и ленивые эти творожные сырники. Дальше здесь у меня и куриные ножки, и печень, почки легкие. Потом вот свинина, которую сегодня голову он мне разрубил, я положила уже. Тут также и курица. Короче, ребят, что-то я через чуры правда разошлась. Тут и сало, и что только нету. Куриная грудка, опять грудка, печень, почки. Даже здесь, где всегда должно быть масло и дрожжи, я уже наложила мясо. Сегодня, которые кальмары покупала, тоже сюда положила. Тут также куриные спинки, шейки. Тоже мясо какое-то. А, это говядина у меня еще кусочками. Тут также и крабовые палочки. Кричные, блядь, что-то я через чуры сошлась, скупая все мясо. Кричные, блядь. Кирик. Калинин. Кирик. Продолжение следует...